МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сообщил первый заместитель председателя Института экономических исследований Асет Иргалиев. Среди зарубежных соорганизаторов форума и партнеров обозначены ООН, ОБСЕ, Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие. Цитата. Форум посетят свыше 3000 делегатов из 90 стран. Ожидается порядка 200 вип-спикеров, среди которых премьер-министры, члены парламентов, председатели финансовых институтов, лауреаты Нобелевской премии, главы международных организаций и известные ученые, сказал Иргалиев. Кроме того, как он отметил, форум впервые будет построен на элементах зеленой экономики. Часть раздаточных материалов выполнены из продуктов вторичной обработки. В этом году форум впервые организуется с применением умной навигации. В скором времени будет создано мобильное приложение, которое позволит участникам форума легко ориентироваться не только в здании Дворца независимости, но и в Астане в целом, говорится в публикации. Американские авиакомпании прогнозируют увеличение пассажирооборота в летние месяцы 2015 года. Рост ожидается на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до рекордного уровня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прогноз отраслевой ассоциации Airlines for America. Цитата. Самыми популярными международными направлениями в США являются Канада, Мексика, Великобритания, Германия и Япония. С каждым годом авиакомпании увеличивают пассажирообместимость на рейсах США, Мексику, Великобританию и Китай, отмечает Airlines for America. В летние месяцы число доступных пассажирских мест в самолетах американских авиаперевозчиков увеличится на 4,6% или на 126 тысяч в сутки по сравнению с июнем-августом прошлого года. Международные резервы Венесуэлы сократились почти до 18 миллиардов долларов минимальной отметки за 12 лет, пишет Bloomberg. По данным Центробанка Венесуэлы, с начала года резервы сократились на 26%, это 6,5 миллиардов долларов, на фоне резкого снижения цен на нефть и усиления негативных процессов в экономике. Сжигание резервов проходило быстрейшими темпами за последние 5 лет. Правительство Мадуры вынуждено было финансировать дефицит платежного баланса за счет средств Центробанка, так как в ином случае поток необходимых продуктов питания и медицинских препаратов мог попросту прекратиться, что спровоцировало бы тяжелейший продовольственный кризис в стране. Цитата. «Ухудшение ситуации в стране и быстрое расходование резервов Центробанка спровоцировали бегство инвесторов, в результате чего доходность по гособлигациям Венесуэлы возросла до 26%, говорится в статье. Ситуацию усугубляет то, что в следующем году правительству страны предстоит выплатить 11 миллиардов долларов в качестве обеспечения по долговым бумагам. К тому времени в резервах Центробанка такого объема средств может не остаться. Большинство валютных резервов Венесуэлы держится в золоте, после того, как предыдущий лидер страны Угачавес начал переводить активы Центробанка из долларов в золото в связи с мировым финансовым кризисом 2007-2009 годов. Венесуэла может потерять около трети от своего потенциального нефтяного дохода за прошлый год», отмечает автор статьи. По сообщению издания Reuters, банк Goldman Sachs прогнозирует, что в 2016 году нефть будет стоить 57 долларов за баррель. Еще летом 2008 года аналитики банка предсказывали, что нефть поднимется до 200 долларов. Вскоре после этого котировки выросли до 150 долларов, а затем цены упали до 40 долларов за баррель. Многие участники рынка были в восторге от эпической неточности прогнозов, когда Goldman ошибся на 80% всего за несколько месяцев и предположили возможность того, что банк мог просто торговаться против своих клиентов. Этот провал и подозрения не помешали Goldman в июле 2014 года опубликовать прогноз о том, что долгожданное восстановление мировой экономики будет продолжаться, поднимая спрос на сырье. Но, как отмечает автор, в процессе этого восстановления цены упали до 40 долларов за баррель. Новый прогноз банк сделал не просто на ближайший год, а сразу до 2020. Цитатом. «Согласно ожиданиям, стоимость WTI с 2016 года по 2020 составит 57, 60, 60, 55 и 50 долларов за баррель, соответственно», – перечисляет издание. Время покажет, сбудется ли прогноз, но с большой вероятностью трейдеры будут делать так, как всегда и происходит – формировать позиции в противовес тому, что говорит Goldman своим клиентам, добавляет в завершение автор.